Три года и еще чуть-чуть назад мы не знали друг друга вообще, да, а скоро она будет рожать моего ребенка. А-а-а, Лиз, а как я на тебя повелась? А как я на тебя повелась? Мы сейчас вместе вообще-то. Ну да. Ты сказал мне, что любишь меня? Я проговорился. Да просто любовь, знаешь, у нас зла, полюб. Давай поговорим о страхах. Мы уже такие, ребеночек? Угу. Короче, все слишком долго обдумывают свои отношения. Как-то уверенность была, безусловно. Я такой телепус, только смотри. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня очередное видео с Аркашей, моим мужем. Потому что они лучше заходят. Все, все, молчу. Сегодня у нас довольно-таки спонтанное видео. Я просто сказала Аркаше, я хочу снять видео. А он такой, ну давай с ними. Мы будем говорить про наши отношения, как мы познакомились, читать свои старые переписки, как вообще, ну, завязались наши отношения, получается. Да? Угу. Это Хазбин Царк. Царк? Да. Это будет живой разговор с нами. Только громко говори, пожалуйста. Мы с Лизой познакомились в 2019 году в Санкт-Петербургской школе Нового кино. Да. Три года назад. Три года и еще чуть-чуть назад мы не знали друг друга вообще. Да. А скоро она будет рожать моего ребенка. Короче, мы познакомились в школе Нового кино. Я устроил тусовку у себя дома в коммунальной квартире. Все пришли. Я пригласил ее на танец под пластинку, где играл Элвис Пресли. Значит, мы потанцевали. Потом под дождем я с зонтиком провел ее на такси. Посадил в такси. Она выложила меня в Инстаграм. Отметила. Что-то было. Я написал... Меня кто-то снял. Или тебя кто-то снял. Я выложила себя, я тебя не выкладывала. Короче, неважно. В общем, я зашел к ней в Инстаграм, начал ей писать, а потом мы перелетели в Телеграм. Вот. Первое, что я... Это же было прямо после твоей вечеринки в ночь мы начали подписываться. Да. После вот этого спарка. У нас там когда возникла взаимная симпатия? Взаимная? Взаимная, конечно. Взаимная симпатия. Подвините, подвините. Это сейчас какая взаимная симпатия? Вы бы знаете. Возникает всегда. И первое, что я ей написал, суперское фото на аватарке. У тебя соус на шее. И Лиза мне сбрасывает свой арт-инстаграм. И тут я ей пишу. Ошеломительно. Ошеломительно? Ошеломительно я написал. Еще одна грань тебя. Я сказал Лизе, что она мне напоминает Леонова из фильма «Джентльменная удача». Я тебе очень вежливо как-то писала и изъясняла свои мысли. Она пыталась казаться очень умной, мне кажется. И я пытался очень умным казаться. И тут же мы начали, значит, бросать. Вот посмотрите. Я вон там танцую с детьми, да. Короче, это все классическая биология. Я как самец раз начал показывать, какой я семейный. Это мы еще не целовались, да? Да, Сафи, мы еще вообще ничего. Даже на свиданьки не были. Я уезжаю в Москву на интенсив. И мы все начали. Я еду в автобусе и все начали с ней переписывать. Я пишу Лизе, пошли как-нибудь после пар в Зе Хэт. Знаешь такой бар? И скидываю ей видео из бара Зе Хэт Мобилинского. И она пишет мне, была там капслоком. Джаз-з-з-з, ляпота, пишет мне Лиза. Я написал слово ляпота? Да, смотри. Меня батя на джазе растил. Боже, как я выпендривалась. А потом Лиза мне пишет, я обязательно свожу тебя туда. И это очень прям клево. Это первые фотографии деревни, которые я увидел. И она мне скинула их. И написала, что обязательно сводит туда. О, Лиза пишет. Аха-ха, душа пианистки. Я так люблю Новый год и сказку. Круглый год слышу и песенки, танцую под них. Ну, Лиз. Как я на тебя повелась? А как я на тебя повелась? Потом Лиза мне скидывала, как она одна гуляет по Петербургу. И листики ножками вот так пшик-пшик делает. Ну, давай, расскажи ты, который поцелуй, как он произошел. Я не помню. В смысле, ты не помнишь? Я сейчас встану и уйду. Не, я помню, ладно. Мы сидели с ребятами в баре. Я, ты, еще двое наших друзей. И потом все разошлись. Ты меня провожал в такси. И ты поцеловал меня. Лиз, мне кажется, что я тебе, по-моему, в баре поцеловал первый раз, нет? Не, это уже потом было. Первый раз на улице. Типа, когда в такси сажал, так, ну, я, типа, ом. Это мы только поцеловались. И он написал мне, ладно, принцесса моя, я отчаливаю спать. Ибо завтра снимать портатах. Ну, это не важно. И утром ты мне уже пишешь, принцесса проснулась. Она мне капсулок. Доброе утро, да. Ужас такой. Короче, мы соревновались в сахарной вате. Но Лиза победила. Книжки мне скидывает. Типа читает. Типа читает. Джаз слушаю, читаю. Вообще такая интересная и умная. О, когда я меня дураком назвала первый раз. Лиза мне пишет. Я ей пишу, отдохни, а то не будешь спать всю ночь. Она пишет, я не люблю спать, ничего. Я пишу, ну, ведь спать это прекрасно. Лиза, борись с собой, засыпай. И она мне пишет. Я сейчас на чувствах, мыслях один тип. Не могу, не есть, не спать. Ха-ха-ха. И потом мне пишет, просто капсулоком. Дурак. Ну, просто ты такой, ты сделал вид, типа, что ты не понял. А, Лиза мне говорит, что она the party animal who doesn't drink. Я ей пишу, ну, в красной книге. Она пишет, типа, я в красной. Я такой, ну, типа, да. Она такая, это точно, я существо редкое и уникальное. Это было три года назад. Это не считаете. Я не знала, что я могу быть такой мило, противной. Я пишу, что делаешь, она пилишь, думаю, жрать или нет. Вот это больше похоже на право. Начала раскрываться. Да. Потом пишет, о, сток чувств, ты топишь мое ледяное сердце. Ты можешь найти свои какие-то праздники, только мои? А я, походу, в целом-то норм был, это ты была странная. Не отписывайтесь, я не такая. Я ей скидывал котиков. Я была готова сказать, что я люблю тебя уже месяца через три. И я вообще была готова. Я уже раньше это поняла. Мне кажется, на третьем месяце ты сказал мне, что любишь меня. Я проговорился, по-моему, я... Ну, сказал. Малыш! Малыш, привет! Привет-привет! Доча, ты же не будешь как мама с парнями переписываться? Мы сейчас вместе, вообще-то. Ну, да. Это было очень кринжово, ужасно ванильно. Наши переписки, это просто кошмар, но... Ничего я не кошмар. Но для меня сейчас я в шоке, что я так писала. Просто это же очевидно, что мы друг другу понравились. Мы начали играть. Я, значит, как этот... Расперил хвост и начал хвастаться всем, чем даже нельзя было хвастаться и нечем было хвастаться. Она тоже и себя вся такая показывала. Да. Рукаша был павлином. Она была павлинихой. Да просто любовь, знаешь, она зла по-люб... Ну, типа, она зла и слепа. Нет, даже в хорошем смысле. Мне кажется, когда люди влюбляются, они тупеют, они не обращают внимания на реальность. Ну, это и хорошо иногда. Мне-то наоборот, когда мы стали более естественными друг с другом, мне стало более комфортно. Вот мы стали, знаешь, с тобой более по-настоящему себя вести. Открыто, без фильтра, без каких-то там, типа, без желания супер понравиться. Просто я стала сама собой, и ты тоже постепенно... Тебе дольше это заняло времени. Начал становиться самим таким собой, прям не боялся у меня, и я тебя, и вот... И это еще больше мне нравилось, и еще больше. То есть для разных стадий разные такие, знаешь, были. Я не знаю, как это объяснить. Давай поговорим о страхах. У меня были страхи, например, вот в начале отношений с тобой дурацкие в голове, в том, что я недостаточно чистый и хороший человек для такого чистого и хорошего человека. Знаете, у меня такая дурацкая была история, что я считала себя не очень хорошей личностью. Ну, или не знаю. Какие-то сомнения в самой себе были. С Аркашей я стала видеть себя в другом свете. То есть я стала видеть все то светлое, теплое. То, что я видела в нем, я начала видеть в себе. И вообще, в принципе, я... Ну, я правда написала, растаяла, лед, вот это вот все. Он помог мне научиться принимать любовь. И в каком-то плане я правда растаяла. Я стала открывать свое сердце, свою душу по-настоящему больше. Не бояться. Просто в настоящих отношениях нужно очень много работать над собой. К примеру, я вот зеркалю Аркашу, знаете, вот мои ощущения, все, которые внутри, все комплексы или какие-то там загоны, связанные с самой собой, я вижу в этом человеке. И случаются из-за этого какие-то терки. Ты представляешь, что у меня такие же комплексы, как у тебя? Нет. Или ты их видишь просто похожие? Нет. Мои собственные тараканы, я их проецирую на тебя. А, я понял. Вот. Ты помогаешь мне работать над собой. Ты научил меня видеть себя. А, она все равно осталась ванилькой. Осталась? Нет, я ванильная, но я и не ванильная, я такая... Я кисло-сладкая. Я хочу становиться лучше рядом с тобой, для себя, и для тебя, и для нашей дочки. У нас будет дочка, прикиньте. А еще три года назад она мне писала «Ля пота» на джаз, я слушаю. А у нас уже скоро дочка будет. У меня не было никаких сомнений в тебе. У меня были страхи. Ну, короче, я, типа, достаточно беспечную и яркую, и такую, значит, ветреную жизнь вел. А тут вдруг, как бы, появилась Лиза, и она стала... Через какое-то время было очевидным, что это потихоньку превращается в что-то более стабильное, более емкое и укорененное в какую-то почву. Соответственно, нужно было этой почве соответствовать, и нужно было держать. И тут у меня появились эти вот переживания, ну, соответствие архетипа мужчины началось так. А что у меня с работы? Подождите, типа, я же, там, прогуливаю, значит, зарплату, и вот, там, хожу на концерты, и вот, и туда хожу, и сюда, и в кино мне нравится, значит. А тут... Я немного вот этого испугался, но если раньше у меня такое... Как только появлялась на горизонте, я сразу же, значит, сваливал в закат, и просто продолжал жить так, как мне нравилось. А, в смысле, ты бросал девушек? Я не бросал, я тебе говорю, я не бросал девушек. У меня практически особо и не было девушек, не больше, там, трех-четырех месяцев. Ну, короче, у меня не было, вообще не было серьезных отношений. Раньше у меня всегда, если я был в отношении с девушками, была мысль на заднем фоне, что, ну, а возможно, это не то. О, и это действительно было не тем, и все заканчивалось. Были сомнения. А тут с Лизой, ну, вот вроде, прошел месяц, прошел два, прошло три. А что-то как-то я и не думаю о том, что у этого есть потенциальный конец. Просто не думаю об этом. Живу сейчас, мне очень-очень нравится. Все еще не думаю, что есть потенциальный конец этому. Мне еще понравилось, когда я привела Аркашу в свою семейку. Он так влился, будто бы он всегда был с нами. Да. То есть, настолько родной человек, и так быстро ты стал родным. Ну, я когда к твоим приехала по родителям, тоже почувствовала себя частью семьи сразу же. То есть, не знаю, у меня не было сомнений насчет тебя, Аркаша. Насчет себя были, но насчет тебя нет. А теперь у нас нет сомнений насчет себя. Теперь у нас нет сомнений, да, все в порядке. Виза наладила связь. Насчет других. Мы задумались уже о том, что мы хотим ребенка до того, как Аркаша мне сделал предложение. За месяц до того, как ты мне сделал предложение, мы уже такие... Ребеночек. Угу. А я рассказывала, как твой папа просил меня сделать тебе предложение, чтобы они смогли открыть вино в истории. Не надо это раскрывать. Мой папа хотел, чтобы Аркаша сделал предложение. Или он еще хотел вино. Нужен был хороший повод. Ребеночек у нас запланированный и долгожданный. Ну, не долгожданный? Ну, не очень долгожданный. Не очень долгожданный. Да, слава богу, не очень долгожданный. Пришел к нам, когда нужно было. Короче, наверное, это видео подытоживание перед тем, как у нас ребенок появится. Мы сейчас так просто прокручиваем все, что между нами происходило. Как все изменится с ребеночком вообще по-другому. Ну, вообще, то есть просто очень интересно осознавать тот факт, что еще три года назад, чуть-чуть с хвостиком месяцев, мы друг друга не знали вообще. Да, и за эти три года все произошло так, что как бы, ну, сейчас представить себе жизнь друг без друга невозможно, учитывая еще, что теперь появится третий человек в этой семье, из которого жизнь вообще будет просто, ни сахар, ни соль. Мы с Аркашкой, знаете, мы такие мечтательные на самом деле, и мы очень позитивные люди, я бы сказала. Мы верим в лучшее, вот что бы ни происходило, у нас всегда такой свет на душе, мне кажется, мы... То есть многие очень... Короче, все слишком долго обдумывают свои отношения, а мы их прочувствовали с самого начала, и просто все по рельсам покатилось. Как-то уверенность была, безусловно. Но это не значит, что нужно с каждым, с каждым сразу же все, это мой человек. Просто уже был метод проб и попыток в прошлых отношениях, и такого чувства не было прям ни разу. Совсем другое, когда твой человек, с которым ты хочешь состариться вместе, это... Дорого стоит. Это ясно. У тебя нет вопросов никаких, ни к кому, ни к чему. Просто знаешь, как бы тебя он не бесил, иногда... Или не бесила? Да, особенно сейчас. Я их люблю. Я тоже тебя люблю. Я очень хочу водички принести водички, пожалуйста. Люблю я его. Он заставил меня уважать себя, не бояться быть такой, какая я есть, и уважать свои границы. Благодарю. Я уже много сказала, как я начала себя видеть по-другому с тобой. Мои демоны, которые нехорошие, тоже развеялись. Я их успокоила и дала свету быть. Что ты скажешь? Ну, ты почему-то все время издеваешь все видео, я что, такая скучная? Мне кажется, что из-за Лизы я, наконец, может, не до конца, понятно, но повзрослел. То есть я прям совсем себя чувствовал мальчишкой до того, как она появилась. Ну, как бы мне кажется, что очень важно, когда у мужчины появляется какая-то зона ответственности, он сразу начинает взрослеть и как-то по-другому мыслить. Вот она была для меня вот таким вот буфером, который мне прибавил в жизни ответственности, ценности. Появилось ощущение чего-то дорогого, что рядом с тобой, и что, ну, то есть тебе не принадлежит в полной мере, ты должен возделывать это, ухаживать за этим, следить за тем, чтобы эта драгоценная как бы не порвалась, да, и не закончилась. Соответственно, этим всем я обязан ей. Слушайте, я просто обрел очень клевого друга, который еще оказался из женского пола, которого я еще и полюбил, из которого мы еще и семью делаем. И это все так вместе сошлось, что я просто безумно счастлив, я действительно считаю себя самым счастливым парнем на свете. Это было хорошо сказано. Ну все, спасибо большое за просмотр. Лайк, подписка. До свидания. Губай. До встречи.